Светлый привет! Если вы еще не подписаны на мои страницы, обязательно сделайте это сейчас, чтобы оставаться на светлой стороне. Ставьте лайк и включайте уведомления. И сразу к делу. На Украине растет популярность российских телеграм-каналов, замминистра обороны Украины. На самом деле, я бы эту новость назвала 18 ракет, а с 14 были сбиты нашими ПВО. Поймете почему. Итак, замминистра встревожена. Цитирую Анну Моляр. Миллионы украинцев сегодня подписаны на телеграм-каналы, которые заполняются и ведутся из РФ. И ее представителями. Мы неоднократно публиковали этот список, но, к сожалению, украинская аудитория почему-то продолжает расти. Вы слышали? Включила дурочку. Почему-то? Цитирую для нее советника президента Украины Арестовича. Центральная идея государства Украины как можно больше врать себе и другим. Потому что если сказать правду, то рухнет все, и надо придумывать что-то другое. Центральная идея Украины, одна из центрально-национальных идей Украины, это как можно больше врать себе и другим. Потому что если сказать правду, рухнет все. И надо придумывать что-то другое. Вот такое у нас базовое несбалансированное противоречие. Конец цитаты, Анна. Для нас это очевидно, а для замминистра обороны нет. Она указывает, что в украинском обществе отмечается раздор, паника и уныние. Как тут не начать унывать, если сбиваются все ракеты, а энергосистему вынесли на 50%? Или кондиционеры у вас некачественные, или врать надо меньше, чтобы люди ваши телеграм-каналы читали? Во Франции не верят в атаки России на Украину. Экс-кандидат в президенты Франции Сигален Роуяль усомнилась в достоверности информации о частых ракетных атаках со стороны России, которые распространяет Украину. После ложных обвинений о происхождении упавших в Польше ракет. Политик написала в Твиттер, Украина ежедневно заявляет о сотнях ударов со стороны России. Кто проверял эту информацию после фейков о Польше, которые чуть было не запустили мировую войну, должна распространяться только независимая информация? Мировая столица вранья явно переборщила. С другой стороны, странно, что отрезвление происходит только сейчас, а не после лжи и произнасилования от больного наглого человека-омбудсмена Денисовой, признавшись, что все свои заявления наделала по указанию Офиса Президента и Разведки. Фейк – это, я бы сказал, это тоже определенное оружие. И иногда, когда вы что-то пытаетесь приукрасить или сделать, но во благо это работает только в плюс, если эти фейки полезны. Поэтому нам нужно создавать определенную атмосферу. Нам нужно всегда самое драматургическое, что можно только создать. И тут на вас я тоже хотел бы положиться. Хорошо. Знаете, ну сейчас действительно как-то создался такой вакуум. То есть никто не говорит о военных преступлениях. Ну, я не слышал. То есть все затихло. Была Денисова, которая кричала каждый день о военных преступлениях. Я каждый день, будучи уполномоченным, два раза на день в 10 и в 17 готовила информационную справку о том, что здесь происходит, где разбомбили, какое оружие применили, где фосфорные бомбы, кого убили, кого изнасиловали, где что произошло. И рассылала всем, начиная с ООН, ОБСЕ, Европейского парламента, всем каждый день, два раза. Английское мово. Это все. Теперь ничего не происходит. Не говорят о фильтрационных лагерях, не говорят о депортации, не говорят о том, что насилуют, не говорят о том, что убивают. Ни о чем не говорят. Тут не говорят. А можешь написать, что есть тюрьма на Запорожской АЭС. Надо же, чтобы официальные источники это дали. Так это меня просит власть. Ну, разведка. Ну, тут дело, чем больше мы будем рассказывать. Для того, чтобы в это поверить, это не надо проверять сейчас. Это мы будем делать потом. Нам нужно создать историю. Нам нужно говорить об этом. И неважно, это подтвержденная сейчас информация или нет. Это не столь важно сейчас. Потому что счет идет на минуты. И нам нужно убедить правительство остальных стран, чтобы они поставляли больше вооружения. Это сейчас главный кейс. А все остальное потом. Мы должны победить в этой информационной войне. Мы используем все средства. Наши медиа, наших твиттер-ботов и многих остальных. Это очень играет свою роль. Поверьте мне, я тут очень вас поддерживаю. И спасибо, что вы на меня надеетесь. И мы вот сегодня как раз с моими коллегами распределили роли, кто про что будет говорить и как мы будем собирать эту информацию. И я вам могу... Мы теперь договорились, что раз в неделю, в конце недели, мне будут готовить мои работники информацию о том, что делается на оккупированных территориях. И я вам могу ее отправлять на e-mail, который вы мне дадите. Если вам это надо, мы про это будем говорить. А вы, я вижу ваши выступления в прессе, везде, вы можете на это ссылаться. И вас, я тоже, правда, я слышал, что обвиняют, что вы якобы как создаете фейк. Но это было кем-то сказано на сессии парламента Украины. То есть она признала, что врала сама власть. Так что там, маляр, все еще не понимаете, почему украинцы еще больше читают наши СМИ? Чтобы не чувствовать себя дебилами. Ой-ой-ой, а что это у нас тут такое? А кто это сделал? Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6%. Евростат отчитался о новом рекорде. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам октября резко ускорилась до рекордных 10,6%. С 9,9% месяцем ранее. Я напомню, что для зоны евро такая инфляция невероятная. Представьте, у них больше, чем одно поколение в своей жизни никогда не видели цифры инфляции выше 2%, а тут десяточка в один момент. Ну, я думаю, адаптируются. Зато теперь у них есть возможность пожить той жизнью, к которой мы давно привыкли. Добро пожаловать, наши высокомерные соседи! Держитесь! Вы тоже справитесь! Когда-то же надо было начинать узнавать, что булки не растут на деревьях, а электричество не живет в розетке. Bloomberg спрогнозировала рецессию в России до 3-го квартала 2023 года. Агентство Bloomberg, ссылаясь на своих аналитиков, дает прогноз по экономическому спаду и росту в России. Соответственно, пик спада, по их оценкам, придется на этот 22-й год. ВВП упадет на 3,5%. Кстати, интересный факт. Коллективный Запад с его тотальными санкциями, каких еще не было, не смог нанести нашей экономике близко такого же ущерба, который нанесли ей наши либералы в 92-м году руками Ельцина, Гайдара и Чубайса. Вот тогда ВВП действительно рухнул на, внимание, 19% аж. Даже в 2009-м в мировой кризис нашего ВВП опустился на 8%, а тут на 3,5%. Что пошло не так, доброжелатели? Затем спад замедлится и в следующем году составит 2%. Рост российской экономики, по мнению Bloomberg, покажет в третьем квартале. Можно осторожно надеяться, что этот рост будет строиться на экономике, независимой от Запада, что поставит точку на позорной странице истории нашей страны, где мы превратились в колонию Запада. Наблюдаем, надеемся, верим. Вот сейчас как раз и происходит эта наша борьба за право жить так, как мы считаем правильно. И это и есть свобода. Зеленский мечтал попасть в НАТО и ЕС и попал в НАТО и ЕС. Помянул замминистра Анну Маляр, дивящуюся миллионам украинцев, читающих наши СМИ, а не патриотически. Слушайте, Анна, что нам сказали ваши хозяева. США в лице Салливана призвали Киев выбирать выражение, то есть не врать, после ЧП в Польше. Конгрессмен Троенельс в своем твиттере был еще жестче. Ракета, убившая двух человек в Польше, принадлежит ПВО Украине. Украины. Если Зеленский знал об этом и решил солгать, то самая большая угроза национальной безопасности, с которой мы сталкиваемся, это Украина, втягивающая нас в Третью мировую войну. Ни копейки больше. Вашингтон-Пост со ссылкой на разведку США сообщила, что ракета, убившая двух польских граждан, принадлежит украинцам. Зеленский в панике пытался связаться с Байденом, но по информации СНН Байден не захотел с ним говорить. Такова ничтожная судьба вассала. Соболезнования и покаяния от Зеленского полякам, видимо, ждать только время терять. А я после того, как все высказались, добавлю от себя. Это залет, Володя. Соколик ты наш лукавый. Зеленский заявил, что мотивирует войска отказом от эвакуации. В наше распоряжение попало очередное феерическое признание в собственной преступности и бесчеловечной логике Зеленского. Первое было тогда, когда главный мясник Украины признал, что, зная об опасности войны, он убеждал своих граждан оставаться на местах. В противном случае признается Володимир защитник женщин, стариков и детей. Его бюджет потерял бы 7 миллиардов долларов дохода. И вот новое доказательство преступления против человечности, озвученное им же в эфире единого украинского телемарафона. Цитирую. Ну давайте всех соберем и выведем из страны. А кто тогда должен защищать? Только люди с автоматами? Разве у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя? Украиной? А что такое Украина? Только земля, земля и их семьи. А если все их семьи выехали, что они тогда защищают? Если у вас возник логичный вопрос, а не есть ли это тот самый живой щит, то, по мнению Зеленского, нет. Но своих-то он вывез заранее с Украины. Те же, кто сокрушаются о потерях мирных жизней, мои выпытливые, благодаря признаниям Киева, у вас остается все меньше шансов включать дурака и игнорировать истинного виновника. Сожалею, похмелье будет тяжелым. Между нами и по секрету, как вам кажется, умный человек разве стал бы себя оговаривать на пожизненный? 300 тысячам немецких компаний грозит разорение Перенесемся в Германию, друзья, где примерно каждому десятому предприятию светят финансовые трудности, грозящие разорением, пишет фокус со ссылкой на данные информационной системы КРИФ. В ноябре по сравнению с мартом число кандидатов на банкротство в стране выросло почти на 16%, отмечается в материале. Высокие затраты на энергию, существующие проблемы в цепочках поставок и инфляция создают вызовы для многих компаний, объяснил управляющий директор КРИФ Франк Шляйн. Он добавил, что на финансовом положении предприятий сказалось и поведение немцев, предпочитающих экономить. Я напомню, что мы сейчас с вами говорим о самой богатой экономике ЕС. Всего же до конца года КРИФ ожидает банкротства 14,5 тысяч компаний. В следующем году ситуация должна только ухудшиться. Количество таких случаев может достичь уже 17 тысяч. Европейское экономическое чудо убивают у нас на глазах. Утешают лишь то, что это сознательный выбор самих европейцев. Но раз им так лучше, то мы должны только радоваться за их свободный, демократический и поэтому священный выбор. В США включили Россию в число основателей нового миропорядка. В США, хоть и с неохотой, но начинают принимать новую реальность, где построенный в исключительно их интересах однополярный мир уходит в историю. Вот мнение профессора международных отношений Эндрю Лэттем для The Hill. Россия войдет в четверку великих держав основателей нового миропорядка. Мировые правила, сложившиеся после окончания Второй мировой войны, отвечали лишь интересам США. Однако в настоящее время ситуация кардинально изменилась, констатировал он. И еще цитата «Институты, управляющие мировой экономикой, шатаются под тяжестью повторяющихся финансовых кризисов, и даже стабильные региональные организации, такие как НАТО и ЕС, испытывают беспрецедентные центробежные силы, которые угрожают разорвать их на части». И еще «Новый миропорядок будет отражать ценности и интересы таких стран, как Китай и Индия, и, возможно, даже России в той же степени, что и Соединенных Штатов», – резюмировал ЛДМ. Япония в октябре нарастила импорт СПГ из России. Страна из Большой Семерки, страна восходящего солнца, опора антирусской коалиции и верный союзник в борьбе с кремлевским режимом, мужественные, я бы даже сказала, стиснув зубы, нарастила закупку нашего грязного и демократического газа. Нарочитая надужность, видимо, объясняется процентом прироста объемов торговли аж на 35% в октябре. Налицо демонстрация непоследовательности и, я бы даже сказала, политической близорукости японского правительства. Своими незрелыми поступками они подрывают веру сведомов в то, что весь мир только и думает о них, считая, как и написано в их учебниках истории, что защищают колыбель мировой цивилизации. Японцы же не только ударники в покупке газа, но и еще являются акционерами в государственном проекте «Сахалин». Фактически пособники кровавого, запятнавшие себя по самые уши. Вопрос к сведомам, пишущим мне гадости в комментариях. Где ваши проклятия японцев, покупающих наш грязный газ и долю в госбизнесе, несмотря на полную изоляцию? На Украине предложили отомстить Венгрии за дружбу с Россией. Как и в случае с убийством поляков ракетой, так и с Японией рты сведомых затыкаются западными хозяевами. Вот Венгрия – то другое. Венгрия – единственное свободное государство Запада, и шакалам разрешено на него нападать. Чем бы занимается европиська «Правда»? Там вскулят желчу на Венгрию. Мол, та, исключение в поддержке Украины в ЕС. Статья – просто эталон двойных стандартов, штампов и вывернутую наизнанку логики. Например, про Орбана. Он в свое время превратил у врагов Брюссель, где у него осталось немного союзников. И в экономике сейчас ему помогает то, что Венгрия имеет свою валюту Форент и может с ней играть. Это один из мотивов того, почему они не переходят на евро. Оказывается, плохо, что наличие собственной валюты позволяет экономике быть стабильной. Еще цитата. «Одновременно Орбан делает то, что привык, формирует врагов, на которых в случае чего можно списать вину». А почему про Байдена то же самое не написали, который во всем винит Россию? Или премьера Греции? Да или чего далеко ходить? Себя, которые 30 лет объясняют свою деградацию происками России? Но нет. Лать можно только на Венгрию, которая стоит на стороне России. Британцы увидели в итогах саммита G20 конец гегемонии США. Daily Mail дал свою оценку итогам саммита Большой Двадцатки. Как отмечает издание, формулировки итогового документа не скрывают расхождение по поводу конфликта на Украине. Осторожно и тщательно отработанные формулировки отразили напряженность, царившую на форуме, а также противодействие ряда стран попыткам США и их союзников изолировать Россию. Забавная реакция англосаксов на очертания новой реальности в комментариях. Вот вам самое явное доказательство. Запад и США больше не управляют миром. Нет гегемонии США. 15 новых стран планируют вступить в БРИКС, пока Байден безуспешно пытается очаровать Син Цзиньпиня. Да, половина человечества, если не больше, Китай, Саудовская Аравия, Мексика, Южная Африка, Индия, Бразилия, Турция. Разве мало? Они все продолжают развивать отношения с Россией. У них нет никаких интересов в этом конфликте. Какой лояльности по отношению к себе требует Запад? Мир сошел с ума? Запад запугивает, вторгается, разрушает, а его власть ослабевает. Это век Китая и Индии. И это правильно, поскольку они составляют почти 30% населения планеты. Жаль только, что цепляясь за свою власть до конца, англосаксы унесут еще не один миллион жизней. На саммите G20 стало очевидно, что Зеленский надоел западным странам. Турецкое издание приходит к выводу, что на саммите G20 самой обсуждаемой страной снова была Россия. Зеленский со своей демагогической риторикой явно надоел западным лидерам. Лавров, напротив, смог заручиться полной поддержкой союзников России, несмотря на стремление Запада изолировать Москву. Автор статьи ловит западных лидеров на противоречии в их одновременном желании поговорить с Путиным и исключить Россию с двадцатки. Он задает им такие вопросы. Если требуется решение кризиса, то почему не предпринимаются попытки убедить в этом Украину? Зеленскому же от автора досталось. О выступлении президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 сказать почти нечего. Если представители всех остальных стран говорили по три минуты, то выступление Зеленского на этом саммите транслировалось на протяжении 20 минут. Но из этой речи украинского президента мир опять ничего не понял. Он уже не может сказать ничего нового. Демагогическая риторика погубит лидера Украины. Потому что стало совершенно очевидно, что Зеленский надоел западным странам. Путин присвоил Мариуполю и Мелитополю звание «Город воинской славы». Президент России присвоил звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю с формулировкой «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость отечества». Девяти городам – Луганск, Горловка, мой город Астрахань, Вологда, Якутск, Норильск, Златоуст, Каспийск, Орск – было присвоено звание «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городам, когда есть документально подтвержденные факты трудового героизма в период с 1941 по 1945 года. Поздравляю всех жителей этих городов с признанием их подвига и величия силы духа. Афины принудительно посадили пассажирский самолет компании «Меретс». Это скандал! Я не перестаю удивляться уродливости времени, в котором мы живем. Должно быть, вы слышали о том, как в Белоруссии посадили самолет после сообщения о террористической угрозе. Помните, сколько шума было в цивилизованном мире? Субтитры создавал DimaTorzok Самая цивилизованная страна мира Украины первая вела против Белоруссии санкции. А теперь внимание! 11 ноября целых два рейса Emirates были принудительно прерваны в Греции по указаниям ЦРУ. Первый был остановлен на взлете, а второй перехвачен в воздухе над Мальтой и посажен в Афинах двумя истребителями F-16 Греции. Причина – якобы на борту находится араб-террорист, кстати, которого так и не обнаружили. Уверена, что вы вообще ничего не слышали об этом воздушном преступлении, как называли подобное в отношении Белоруссии. Все в рот воды набрали. А где же санкции независимой свободной Украины против Греции? Где борьба за справедливость либеральной общественности России? А? Це другое? Экс-премьер Словакии заявил о поддержке в стране действий России на Украине. Пока меня не слышат мои обидчивые сведомые поклонники, я поделюсь с вами моей любимой новостной рубрикой Экс. На этот раз бывший премьер Словакии Ян Черногурский заявил, что Словакия является другом России. Ян говорит, да, конечно, Словакию можно назвать другом России, потому что даже во всех опросах общественного мнения, которые были проведены за последние три года или даже больше, американским агентством более чем в 15 странах Евросоюза, на вопрос, кто больше всего помогал Словакии во время международного кризиса, среди таких стран, как США, Германия, Россия, Китай, побеждал всегда вариант с Россией. О, как! А как же вера в то, что без помощи США цивилизации настал бы абзац? Ян продолжает, есть один серьезный факт о том, что в сентябре этого года в Словакии прошел опрос общественного мнения, согласно которому 52%, а значит большинство словаков, проголосовало за поддержку России в российско-украинском конфликте. Вопреки этому антироссийскому европейскому режиму, это очень важный факт, я замечал такие настроения с самого начала конфликта. Господи, да что же он делает-то? Россия же изгой! Все, что нужно знать о глобализации, глава ЕС не хочет зависеть от Китая. А вы помните, как нас убеждали, что надо отказываться от своей промышленности и встраиваться в мировые производственные цепочки? Только такой подход является прогрессивным и цивилизованным. И вдруг Шарль Мишель на голубом глазу заявил, что Евросоюз не хочет зависеть от Китая в той же степени, что и от энергетических ресурсов России. Мы не хотим допускать те же ошибки, которые, возможно, допустили с Россией в вопросе ископаемого топлива. Что касается Китая, мы не хотим зависеть от него в инновационных технологиях, которые нам нужны сегодня и в большем количестве в будущем, сказал Мишель в ходе выступления на саммите G20. Я же правильно понимаю, что зависимость в технологиях от ЕС – это правильная глобализация, а зависимость ЕС от других – это ошибка. Какие же они мерзкие в своем лицемерии! Для нас это очередной урок в том, что за столом с нами сидят не джентльмены, а обычные дворовые шулеры. Только своя промышленность, только своя валюта и только свои интересы должны волновать нас в следующие 100 лет. Работайте, братья! Венгерский политик пожелал Польше и Венгрии общую границу Венгерский депутат Ласло поздравил Польшу с Днем Независимости. В сообщении он упомянул совместную встречу на польско-венгерской границе и к пожеланиям он присоединил снимок, на котором польские и венгерские пограничники пожимают друг другу руки. Фотография была сделана в 1939 году, когда нынешняя украинская Закарпатия находилась под контролем Венгрии. Сегодня день независимости Польши, да благословит Бог Польшу, давайте встретимся снова на польско-венгерской границе, написал 11 ноября Ласло. В ответ на этот пост МИД Украины призвал правительство Венгрии осудить это заявление. Присыв венгерского депутата к пересмотру государственных границ неприемлем, мы призываем венгерское правительство осудить такие безответственные заявления. А что такое? Украине вдруг не нравятся националисты? Как сказал селенский националист, они такие, какие есть же. Или националисты хорошие только когда украинские? Куда же мы в Европе без двойных стандартов? МАГАТЭ не увидела угрозу ядерной безопасности после обстрелов ЗАЭС. Уровень интеллектуальной зрелости западных чиновников явно не является предметом для подражания и тем более восхищения. Сотрудники МАГАТЭ пришли к выводу, что состояние ядерных реакторов Запорожской АЭС не вызывает тревоги и призвали прекратить обстрел. Кого призвали-то? Разве так сложно взять несколько специалистов по баллистике и понять, откуда стреляют? Законы физики объективны, и определить место ядерных террористов можно без ошибки. Если у тех, кто отвечает за ядерную безопасность в мире, есть профессионализм и честь. И еще вопрос. Они не видят угрозы тогда, когда разрушение инфраструктуры станций становится все значительнее. То есть угроза это тогда, когда украинцам удастся поднять на воздух реактор другой? Когда катастрофу уже нельзя будет предотвратить? Ведь удивительно, как улетучились здравый смысл и прагматизм на Западе, которым они всегда так кичились. Когда США критикуют военные жестокости на Украине, они должны помнить о своих бомбардировках в Токио. Американцы запятнали себя чудовищными преступлениями против мирного населения, поэтому не им судить о происходящем на Украине, пишет Салон. Автор напоминает о том, что в прошлой войне США уничтожили 330 тысяч мирных японцев, ранили полмиллиона человек и оставили без крова 8 миллионов. Все началось 9 марта 1945 года в Токио. Целью бомбардировки стал городской район площадью около 30 квадратных километров, который на 90% был жилым и имел среднюю плотность населения около 50 тысяч человек на квадратный километр. Это означало, что бомбы должны были падать в основном на кухни, жилые комнаты и спальни рабочего населения японской столицы. В течение следующих 142 минут почти 300 самолетов сбросили 1665 тонн зажигательных бомб. Атака испепелила 40 квадратных километров Токио и убила 105 тысяч женщин, мужчин и детей. Еще 40 тысяч человек получили тяжелые ранения, а миллионы остались без крова. За 177 дней с момента удара по Токио до капитуляции Японии на борту авианосца Миссури Амера сожгли 66 японских городов, сравняв с землей более чем 460 квадратных километров территории японских городов. Харуку Нихей-сан тогда было 8 лет. То, что изображено на этих фотографиях, она видела своими глазами. Говорит, те 100 тысяч человек, погибших в Токио, в ночь с 9 на 10 марта 45 года, можно разделить на три группы. Одни сгорели заживо на улице, другие задохнулись в бомбоубежищах, а третьи утонули в реках и каналах, пытаясь спастись от пожара. То, что сама она осталась жива, объясняет чудом. Дул очень сильный ветер, огонь перебрасывало на бегущих людей. Я видела женщин, они несли маленьких детей на спине, и дети были объяты огнем. Бежал отец с двумя детьми, тащив их за руки. Видимо, искры упали на их одежду, они тоже горели и продолжали бежать. Таких людей было много, все кругом было в огне. Автор этой операции по уничтожению гражданского населения Японии, генерал Курти Слемей, говорят сам, признавал, что если бы США проиграли войну, его бы судили как военного преступника. Эскадрилья из 300 с лишним бомбардировщиков Б-29 получила приказ забросать Токио кассетными боеприпасами с высоты двух километров. В небе над японской столицей они появились 10 марта в 0 часов 7 минут по местному времени. Два с половиной часа они бомбили город, и города не стало. На утро Токио представлял собой сплошное пепелище. Одно из немногих наглядных свидетельств массового убийства были сделаны токийским полицейским Койо Ищикавой утром 10 марта. Президент Трумэн позднее выгораживал своего генерала под предлогом того, что ковровое уничтожение гражданского населения Японии ускорило завершение войны и спасло жизни тысячам американских солдат, которым в итоге не пришлось воевать на основной территории Японии. То же самое американским школьникам говорят, когда обосновывают атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Когда утром взрослые попытались открыть дверь убежища, оказалось, что она заблокирована. С большим трудом им удалось открыть дверь, и тогда мы увидели, что снаружи она была завалена горой из сгоревших тел. Обугленные люди лежали плотным слоем, так что земли не было видно, и приходилось идти прямо по ним. Я тогда подумала, что на земле настал ад. Даже в кодовом названии, который генерал Лимэй присвоил этой операции, «Молельный дом», есть что-то ужасающе циничное. В Японии эту дату отмечать не принято, сама она войну проиграла, а после Токио американцы столь же безжалостно бомбили и другие японские города. Но именно бомбежка в ночь на 10 марта вошла в мировую историю, как крупнейший по числу истребленного гражданского населения авиаудар. Американцы так и не покаялись за свои зверства перед Японией, но учат, в том числе и нас, что нам делать. Население Земли достигло 8 миллиардов человек. Численность населения Земли превысила отметку 8 миллиардов человек, сообщили в ООН. Увеличение населения нашей планеты на 1 миллиард произошло за 12 лет. По прогнозу, плюс еще 500 миллионов человек появятся к 2030 году. А в 2080 году ожидается, что население планеты превысит 10 миллиардов. За последние 200 лет численность живущих на Земле выросла в 8 раз. Например, в начале 1900-х на планете было всего 1,6 миллиардов человек. А к началу 2000-х нас стало уже 6 миллиардов, в 2011-м – 7. В ООН отметили, что более половины прогнозируемого прироста до 2050 года будет сосредоточено в 8 странах – Египте, Конго, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании. Также ожидается, что доля людей от 65 лет и старше возрастет с нынешних 10% до 16% в 2050 году. Ожидается, что к этому моменту число людей от 65 увеличится более чем в 2 раза. А у меня на этом все. Ваш проводник с светлой стороны – Екатерина Лоренц. До новых встреч и не забудьте подписаться! Субтитры сделал DimaTorzok